Привет! Меня зовут Юля, и это канал Puzzle English. Близится Новый год, Рождество, и мы, кажется, уже всю голову сломали, что же подарить близким. Ну а пока мы не начали, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. Не скупитесь, пусть это видео увидит как можно больше людей. Let's get started! Традиционно британцы заказывают подарки у Father Christmas, дословно Отца Рождества. Они пишут ему подробное письмо, где перечисляют желаемое, а после бросают его в камин. Fireplace. Через каминную трубу, chimney, письмо должно дойти до Father Christmas. Кстати, англичане не считают дорогие подарки на Рождество хорошей идеей, а скорее рассматривают новогодний подарок Christmas present, как небольшой знак внимания. Идеальным подарком станут недорогие безделушки, например, key rings, брелоки для ключей, beer mugs, кружки для пива, scented candles, ароматические свечи. Такими милыми безделушками они показывают свое доброе отношение к вам. По традиции, когда на новогодних праздниках собирается семья, то распределение тех самых Christmas presents, новогодних подарков, происходит путем жребия, а всем знакомым англичане обязательно разошлют рождественские открытки. Christmas postcards. Кстати, если вы не знаете, что подарить своим близким и друзьям, подарите знания. Puzzle English в канун Нового года предлагает вам скидку 50% на тариф премиум. Все подробности по ссылке в описании. Американцы же просто обожают дорогие презенты. Обычно они тратят на подарки от 50 до 800 долларов и, как правило, дарят. Wine – вино, perfume – духи, scoffs – шарфы и sweaters – свитера. Одна из самых ярких рождественских традиций в Штатах – семейный ужин в канун праздника. Christmas Eve, который проводится 24 декабря. За столом собираются все родственники. Merry Christmas. Merry Christmas. Конечно, все обмениваются подарками. Есть даже такая церемония, как Тайны Санта. Secret Santa. Где все по очереди достают из шляпы по одной бумажке, на которой написано, кто кому дарит подарок. При этом имя Санты остается секретом для того, кто получает презент. В Америке главное внимание обращается не на сам подарок, а на его упаковку. Коробочки и футлярчики. Gift cases. Помните один дом? Под елкой в их семье стоял миллион подарков, завернутых в красивые упаковки. И еще одна важная деталь. Один из самых главных символов Рождества в США – дедушка Санта-Клаус. Santa Claus. Во время праздника в стране работают около 20 тысяч Санта-Клаусов. Ведь дети верят, что если они хорошо себя вели, то Санта-Клаус непременно им что-то принесет. Почерпнули для себя какую-то стратегию в выборе подарка? Или, может быть, уже и сами подарки придумали? Желаю вам счастливого Рождества и Нового года! Это канал Puzzle English. Меня зовут Юля. Пока-пока! ПОДПИШИСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ!